Дневный курс Андрея Борисовича Зубова по истории христианства. В марте также будет трёхдневный курс по истории индуизма. И потом в июне по истории ислама. Да, индуизм и буддизм это будет в марте, а в июне по истории ислама тоже также трёхдневные курсы. И, пожалуйста, приходите ещё на лекции Андрея Борисовича по истории философии. Они сейчас там уже есть в расписании. Сейчас будет самый-самый интересный период, и очень вас приглашаем. Сейчас я зову на сцену Андрея Борисовича Зубова. Продолжение следует... Итак, дорогие друзья, мы попытаемся сделать невозможное. То есть в течение трёх лет рассказать о христианстве. Религия, которая, в общем, обнимает собой около двух миллиардов людей. Сейчас, пока формально, около двух миллиардов людей объявляют себя христианами. Религия, которая, как вы увидите, развивалась не только две тысячи лет, но в некоторых смыслах им намного больше, потому что вся история Ветхого Завета и вообще многие религиозные потоки, они сливаются в христианстве. И, в конечном счёте, религия, которая и открывает огромные возможности, и на самом деле не так проста для понимания. Потому что из этих двух миллиардов людей, которые считают себя христианами, я думаю, в сотни, в тысячи раз меньше тех, кто не просто любит Бога, потому что любят Бога, собственно, и мусульмане, и индуисты во многих направлениях, и иудаисты, а те, кто нашли этот путь к Богу и попоняли его, таких людей немного. И наша задача с вами, вот в напряжении этих трёх лекций, хотя бы наметить пунктиром некоторые вещи, важные для всех нас. Ну, во-первых, дорогие друзья, для людей моего поколения знакомство с некоторым таким интеллектуальным христианством для многих начиналось, как-то не странно, с романа Булгакова «Мастера Маргарита», с, естественно, того Евангелия, которое писал мастер, и, как вы помните, писал одновременно Волонт. И одновременно в этом же романе Булгакова даётся ещё несколько модных в XIX веке и вот в первой половине XX века, в эпоху жизни Михаила Булгакова концепций, представлений о Христе и христианстве. Если вы помните, собственно, роман начинается с того, что Михаил Александрович Берлиоз, беседуя с Ваней Бездомным и с удивительным иностранцем, который оказался потом Волондом, он говорит о том, что Христа просто не было, что это, в общем-то, вымысел. И это одна из концепций. Другая концепция в самом Евангелии от Волонда. И вот сейчас мы посмотрим, начнём прямо с этого, потому что мы, в общем-то, привыкли жить, особенно старшее поколение в этом мире, в мире концепций христианства научных XIX, начала XX века. При всём при том, что в существовании Христа и в адекватности Нового Завета, по крайней мере, в смысле описания событий, никто, вообще никто не сомневался, на протяжении, ну, где-то с IV века после Рождества Христова, когда христианство утвердилось, и до XVIII века. Пожалуй, только в античное время были люди, например, Цельс, которые подвергали сомнению всё учение христианства, говорили, что Христос на самом деле это шарлатан, родившийся от римского солдата и какой-то еврейской бедной женщины, и выдававший себя с эмиссию, и сам он беглый египтянин, и чего только не писалось. Но это было в первые века после начала христианской проповеди. Потом это всё ушло, просто подавленное обилием фактов. И не иудеи, не мусульмане позже не подвергали сомнению личность Христа, а подвергали сомнению, мессия ли он, или лжемессия, иудеи. И он только пророк мусульмане, хотя и великий пророк, величайший пророк, или действительно то существо, удивительное существо, о котором говорится в Новом Завете, и смысл которого нам надо будет понять с вами сейчас. И вот только в середине XVIII века немецкий пастор лютеранский, живший в Гамбурге, Герман Самуэль Реймор, кстати говоря, почётный член Санкт-Петербургской академии наук, он жил в 1694-1768 годах, он выдвинул идею, хотя она была опубликована после его смерти. Вот само по себе его произведение «Апология или защита разумных почитателей Бога», оно вышло только после его смерти. Он там выдвигает идею, что на самом деле никаких чудес не было, разумеется, никаких предсказаний не было. Христос – это просто политический деятель, который пытался поднять восстание против Римлян, у него ничего не получилось, а его ученики всё остальное выдумали. Они украли его тело из гробницы, выдумали, что он воскрес и так далее. Разумеется, эта позиция ничем не подтверждалась, кроме твёрдого убеждения, что чудесы быть не может и предсказывать будущее невозможно. Мы увидим, что эта позиция Реймара или Реймаруса, как на латинский лад его иногда произносят, эта позиция сохраняется до сих пор с некоторыми небольшими модификациями. Кстати говоря, его «Апологию», которую он сам не решился издать, её издал знаменитый философ Лессинг в 70-е годы XVIII века после его смерти. В начале XIX века господствовала такая немецкая школа по либеральной трактовке жизни Иисуса, которая исходила из того, что, да, действительно, там чудес не могло быть, но Иисус, в общем, существовал как проповедник, как проповедник, и он не умер, не воскрес, вернее, а там они предлагали такую точку зрения, что на кресте он впал в состояние комы, по его похоронили, он пришёл в себя, вышел из гробницы и ушёл, и поэтому все считали, что он воскрес. Вот это была очень распространённая точка зрения интеллигентных людей, пушкинской поры. Естественно, это сложилось в Германии, но распространялось по всей Европе. В середине и во второй половине XIX века после этого господствовала точка зрения немецкого богослова-историка Дэвида Фридриха Штрауса 1808-1874 год, который утверждал, и это тоже точка зрения, в общем-то, достаточно утвердилась, что на самом деле Новый Завет весь это перепись Ветхого Завета. То есть в Ветхом Завете говорится, например, об откровении Моисею на Синае, а аналогом этого является, естественно, это литературная мистификация, преображение Христа на фаворе. В четвертой книге Царств описывается, как Елисей накормил сто человек несколькими хлебами, в Евангелии говорится о том, как хлебами и рыбами накормил пять тысяч человек Христос. То есть Новый Завет это просто перекличка Ветхого Завета, которая написана для того, чтобы создать политический образ нового такого проповедника Иисуса Христа. Эта позиция Штрауса была довольно распространенной как раз во второй половине 19 века. Но потом победила уже совсем позиция Берлиоза, что Христа просто не было. То есть и Штраус, и Реймор все-таки говорили, что Христос-то был, но был это обычный человек, пусть талантливый, а потом возникает идея, что его вообще не было, что это миф, солнечный миф. Христос, так же как и Зевс, это выдуманная фигура. Именно об этом говорит, как вы помните, Берлиоз. Это действительно в конце 19-го, начале 20-го века была распространенная идея, но она довольно быстро стала умирать по той простой причине, что, как мы сейчас с вами увидим, исторических свидетельств существования Христа безмерно много. Это просто научный факт. Мы не можем в них сомневаться. И ей на смену пришла концепция, если угодно, и мы ее можем назвать, концепция мастера и Воланда. Вот эта концепция мастера и Воланда на самом деле это концепция двух немецких выдающихся мыслителей Иоргана Вейса 1863-1914 год и его ученика, всемирно известного гуманиста Альберта Швейцера 1875-1965. Вейс, потом Швейцер, говорили о том, что Христос был простым, бедным крестьянином, который имел дар убеждения, дар мудрости, и он бродил по Палестине, был моральным учителем, за ним ходили ученики, записывали, помните, помните Евангелие от Воланда, сегодня ел сладкие бакуроты и так далее, и так далее. Вот это, собственно говоря, очень модная точка зрения в 20 веке. И она, по большому счету, продолжалась, спорили только об одном, то, что происходило, это были действительные события в жизни Иисуса, или это потом во многом выдумано учениками, то есть Иисус был, что-то он делал, а многие события выдуманы учениками. Неудобно, почему-то всегда было удобно, сейчас неудобно. Итак, эту позицию продолжали такие известные в 20 веке специалисты по исследованию Христа и христианства раннего, Иоахим и Иеремия, 1900-1979 год и известный всем Рудольф Бультман 1884-1876 год. Ну, также Додд, который жил примерно в эти же годы, что и Бультман. В 80-е годы был создан семинар по изучению Иисуса, который создали Джон Доминик Кроссан и Роберт Фанк. Этот семинар 80-е годы 20 века, собственно говоря, выдал две идеи. Первая идея это то, что чудес заведомо не могло быть и все, что касается чудес, это или ошибки, или выдумки, например, хождение по водам, это ученикам было очень страшно во время бури. И поэтому, когда они увидели Иисуса, который стоял на берегу или чуть вошел в воду, им показалось, что он идет к ним по воде. Ну, понимаете, для того, чтобы выдумывать такие вещи, не надо заканчивать и университеты, не надо быть профессорами и не надо объединять 150 ученых. И второй момент, что никаких предсказаний быть не могло, и поэтому в Евангелии очень много предсказаний, и поэтому такие вещи, например, как разрушение Иерусалима, которое подробно говорится в Евангелии от Марка, так называемый малоапокалипсис Марка, этих вещей, эти вещи были до написания, поэтому, соответственно, считать, когда были созданы Евангелии, можно было только после совершившихся, описано как пророчество, после совершившихся событий. Сначала события, потом их описание, выданное за пророчество. Опять же, значит, евангелистов уличают в заведомой, разумеется, в заведомой лжи. Вот такова, собственно говоря, сегодня, да, и в итоге этот семинар Иисуса, он привел, он, причем, это самый крупный ученый в этой области, они пришли к тому выводу, что только примерно 18% слов Иисуса в Евангелиях, они соответствуют реальному Иисусу, остальное выдумано учениками, на постовании более позднего времени и так далее. Бультман, например, полностью отрицал аутентичность Евангелия от Руана, говорил, что оно абсолютно искусственный поздний текст. Но, слава тебе, Господи, все это в принципе уже устарело. Устарело по той простой причине, что сейчас есть вал новых открытий. Этот вал новых открытий начался еще в конце 19 века, но, пожалуй, достиг своего пика в 19... после войны, сразу после войны. В 1947 году было открыто кумранские рукописи. Это одно из величайших открытий вообще нового времени человечества. Вдали в Аде Хербет Аль-Кумран в Рочище Хербет Аль-Кумран в 1948 году совершенно случайно арабский мальчик открывает пещеру полную рукописей и костей человеческих. Потом были открыты еще три таких пещеры примерно 12-14 километров от Иерихона в сторону Мертвого моря. Эти рукописи написаны большей части на еврейском или арамейском языке. Сейчас в основном все хранятся в Иерусалиме в специальном музее. Он так и называет святилище рукописи. Они написаны на коже, какие-то на медных свитках, какие-то на пергаментах, на папирусе. Это величайшее открытие. Величайшее открытие, потому что оно заполнило ту лакуну, на которой все эти спекуляции строились. Все дело в том, что Библия Ветхого Завета заканчивается примерно даже с автороканоническими книгами примерно за 150 лет до гипотетического рождения Христа. И наступает так называемое время молчания. И вот теперь это время молчания открыто, потому что кумранские рукописи относятся к последним двум векам до Рождества Христова и к первому веку после Рождества Христова. Нам теперь совершенно ясно, что существовало огромное интеллектуальное поле и культурное, не огромное, но значительное культурное сообщество людей, о которых очень мало говорится в исторических источниках, существовало нам до этого известных, которые исповедовали идеи, крайне во многом близкие к идеям Нового Завета. что Новый Завет и христианство родились не в пустоте, что они использовали те же понятия, те же термины, жили теми же идеями, какими жили вот эти люди, оставившие нам кумранские памятники. с помощью археологических исследований, в первую очередь монет, которые были там найдены, мы довольно точно, да и самих текстов, мы довольно точно можем определить, как все это происходило. все дело в том, что еще даже до открытия кумранских памятников, в начале 20 века, в Каирской старой синагоге, в ее книгохранилище, в Генизе, был найден текст, который сначала его назвали высказывание еврейских мудрецов, но когда внимательно в него вчитались, оказалось, что это определенный исторический текст, так называемый, его сейчас называют Дамасским кодексом или Дамасским документом, Сиде, кодекс Дамаскус, его сейчас обычно обозначают, вот, в нем рассказывается о появлении этой общины, как она возникла, оказывается, что это вполне исторично, и потом в Кумыране была найдена копия этого документа, то есть аналогичная этому документу, причем один на еврейском, другой на арамейском языке, и в начале этого Дамасского документа, почему он Дамасский, я сейчас расскажу, там говорится следующее, а теперь слушайте все познавшие праведность и вникайте в дела Бога, ибо тяжба у него со всякой плотью и суд, он сотворит над всеми отвергающими его, ибо за их измену, за то, что покинули его, он сокрыл свое лицо от Израиля, и от своего святилища, и предал их мечу, но когда вспомнил он завет свой с первыми, то оставил остаток Израилю, и не предал их истреблению, и по кончине гнева, через 390 лет по преданию их в руки Новохудоносора, царя Вавилонского, взыскал их и отрастил от Израиля и от Аарона корень насаждения, дабы наследовать им его землю и удобрить благим его почву. Они поняли свое преступление и узнали, что они люди виновные, но были точно слепые, точно нащупывающие дорогу 20 лет. И Бог вник в их дела, ибо чистосердечно они искали его, и поставил им праведного наставника, чтобы направить их по пути сердца своего. Вот так начинается Дамасский документ, он переведен, сейчас вы можете его прочесть во втором томе кумранских текстов, тексты Кумрана в переводе Амусина, изданном, по-моему, в 1994 году, прямо с него начинается этот том. Вот, в советское время, естественно, его не разрешали публиковать, вот теперь можно. И в чем смысл? Мы точно можем вычислить даты, видите, они все же здесь названы. Единственная проблема, о каком взятии Иерусалима идет речь, потому что было два взятия Иерусалима. Одно 598 год до Рождества Христова, когда иерусалимский царь Ихония и множество знатных иудеев были пленены Навуходоносором, а храм ограблен. И 586 год, то есть через 12 лет, когда Навуходоносор вновь взял штурмом отпавший от него Иерусалим, ослепил царя Седекию, своего наместника, который отложился от него и сжег храм. Вот поэтому у нас есть две даты, но они отличаются на 12 лет. И вот через 390 лет после этого, то есть в 2008 или 196 году до Рождества Христова, правление Антиоха Третьего Великого, я напомню, что в это время Палестина была частью селевкидской монархии, произошло вот это какое-то общественное движение, когда собрались люди, которые стали понимать, что все не так, вот все плохо, что они под властью Иерусалим захвачен, они под властью находятся селевкидов, свободное государство, почти свободное, которое было при Персах, оно уничтожено, и надо искать какие-то совершенно другие пути. И через 20 лет после этого, то есть это или 188 год, или 175 год, до Рождества Христова я не буду вас путать именами царей, но это еще все греческие цари, это селевкидские монархи, учитель праведности появился, это Морес Эдек, учитель праведности, праведный наставник, который им объяснил, что к чему. И вот, собственно говоря, этот Дамасский документ, это документ о том, что к чему, что произошло, в чем самое главное. И он дает им новый завет, так и называется, Брит Хохедеш, новый завет, который говорит, вот старый завет, который был у Моисея с Израилем, который христиане называют ветхим заветом, он закончился, он закончился, люди не смогли, не захотели исправиться. И вот дается новый завет. И оказывается, вот эта община жила принципами уже нового завета. Причем у нас есть, сейчас я скажу, в чем были главные позиции этого, но у нас есть описание видимо этой общины. Эту общину называют есеями, есеями, греки их называли есеями или терапевтами, то есть добродетельными. И об этом пишет Филон Александрийский, об этом пишет, конечно, больше всего Иосиф Флавий, который, видимо, в этой есейской общине сам провел ранние годы. Потом из нее вышел, но был в ней ранние годы. А в этом пишут и внешние исследователи, в первую очередь, Плиний Старший, который был вместе с императором Веспасианом в Палестине в 66-67 годах по Рождестве Христову. Вот эти есеи, которые, это, видимо, и есть. Да, вообще дамасский документ, да потому что учитель праведности выводит их из Палестины в Дамаск на север. И там вне еврейской среды создает общину. Потому что, видимо, в еврейской среде создать ее было невозможно. Там была в это время начиналась гражданская война, вот макиявейское восстание, и были все возбуждены именно национальными, националистическими идеями освобождения, сохранения закона, а учитель праведности учил другому. Чему мы сейчас с вами выясним. Потом учитель праведности, кстати говоря, умер, и специально говорится о том, что он мирно почил, использует соответствующий еврейский глагол, и он должен воскреснуть в последний день, и явиться снова. Он принят Богом, и он должен снова явиться. Каковы же описания вот этой есейской общины? То есть, понимаете, перед нами открывается мир, который, вот не знали все эти люди, типа Бультмана, и уж тем более Штрауса, оказалось, что христианство жило не в пустом мире, что категории Нового Завета, учителя праведности, сейчас мы увидим, категории Сынов Света и Сынов Тьмы, категория Мессии, Мышах, Сынов Божьих, все это употребляется там. Это не значит, что, как говорится, христианство является простым продолжением Есееву, нет совсем. Мы увидим колоссальные различия, но важно, что это была та среда социальная, которая жила напряженной жизнью, и такие люди, как Иоанн Претечи, они очевидно совершенно были вот так же, как Иосиф Флавий. Вы понимаете, Иосиф Флавий иудейские древности, да, это Иосиф бен Матафи, вообще, на самом деле, но он был усыновлен Веспасианом, поэтому получил его имя Флавий, Флавий Веспасиан. Вот, это иудей. И вот эти все реалии, они становятся понятными, потому что Иоанн Претечи не просто какой-то чудак, который ушел в пустыню и питался там акридами и диким медом, а это человек, который ушел вот в эту есейскую общину. из этого мира развращенного. И когда мы будем читать о есейской общине, мы увидим, что там главный враг учителя праведности и вообще есеев это первосвященник. Первосвященник лукавый и неправый, который под видом сохранения закон на самом деле служит только интересам своим, сохранения власти и вовсе не заботится о реальном победе сил света над силами тьмы. Однако, что пишут, да, вот эта есейская община 4-5 тысяч человек, так все примерно из то, люди, которые знали ее, касались ее, они и пишут. Но это 4-5 тысяч человек, действительно выселившихся в пустыне, построивших что-то типа монастырей в пустыне, эти люди были, ну, если угодно, солью земли Израиля. Вообще, мы должны себе представить, что в то время, значит, после того, как Помпей, по-моему, в 78-м году до Рождества Христова занял Палестину и сделал ее частью провинции Сирии римской, после этого совершенно четко определились в Израиле три направления духовных. Эти три направления, два из них хорошо известны по Новому Завету, а третье не называется, там вот это именно Исея. Но сейчас мы увидим, что оно было, его не называли не случайно. Оно действительно было очень близко к тому, чем были сами первые христиане. Возможно, между ними даже было некоторое, ну, обмен людьми, но был один важнейший пункт, по которому они принципиально отличались. Об этом тоже чуть позже. Так вот, какие это были три течения? Это были Судуки. Судуки. Судуки, само слово Судуки происходит от, видимо, личного имени Садок. Садок – это первосвященник при царе Давиде. То есть, это последователи вот этой первосвященнической линии. Но одновременно само имя Садок – это же еврейский цадик, то есть, благочестивый. То есть, это люди благочестивые. Но Судуки были очень своеобразно благочестивые люди. Мы в Евангелии это читаем, и об этом же пишет Иосиф Лавий, что они не верили в посмертную жизнь, воскресение мертвых, в возможность общения человека с Богом, вообще, через посредников, через ангелов. Они считали, что Бог дал Моисею закон, и вот этот закон надо соблюдать, и когда не соблюдают люди закон, они, собственно говоря, и себя, и своих потомков губят, и страна из-за этого теряет свободу, политическую независимость, оказывается под властью иноземцев. А если они соблюдают закон, все в порядке. Но благо наступают не после смерти, потому что после смерти ничего нет, и суда нет посмертного, а наступают для потомков, для детей, внуков, правнуков. То есть вот такое было представление у Садукеев. Садукеев фактически управляли Израилем и при последней космонийской династии, и при римлянах. Именно им принадлежала духовная власть. Именно из их среды выбирался первосвященник. Вторым направлением были фарисеи. Фарисеи совсем не то, что мы иногда в нашем разговорной речи употребляем как лицемерного человека. Ничего подобного. Само слово фарисей или происходит от слова еврейского раскольник или от слова паруша перс. Почему? Потому что в Ветхом Завете, вот если вы внимательно читаете Ветхий Завет, вы увидите, что в нем действительно очень близки идеи к тем, что есть Садукеев, что нету идеи воскресения мертвых, нету идеи посмертного суда, есть идеи вот этой трансляции греха и добродетели из рода в род. В этом смысле Садукеи последует ли древняя традиция Израиля. А фарисеи наоборот верят в воскресение мертвых, верят в возможность общения человека с Богом через ангелов, верят в суд. Но если Садукеи считают, что человек абсолютно свободен, он всегда может выбирать между добром и злом, законом и отступлением от закона, то фарисеи говорят, что да, в принципе это так, человек свободен, но судьба все же есть и она как-то определяет человека. Фарисеи вторая большая партия и если вы помните, сам апостол Павел называет себя фарисеем. Я фарисей и за веру в воскресение мертвых меня судят, говорит он, когда в Иерусалиме его приводит тысяченачальник на еврейский суд. И вот третье это Исии. Исии, да, естественно суду Кей не, ну, человек вообще, вот просто человек, между Богом и человеком пропасть. Фарисеи говорят, нет, пропасть не так велика, есть посмертная жизнь, но безусловно человек и Бог это совершенно разные вещи. В этом смысле представление фарисеи ближе представлением современных мусульман. Человек может быть другом Бога, но приблизиться к Богу, стать одно с Богом он не может. А Исии, как мы узнаем, они верили в то, что человек может, и вот из Кумранской рукописи мы это видим еще яснее, что человек может соединиться с Богом. И учение Учителя праведности как раз в том и состоит, как достичь этого соединения с Богом. И об этом мы сейчас поговорим. То есть, понимаете, вот эти три течения. И вот, что пишет об Иисеях Иосиф Флавий. достоин удивления, то чувство справедливости у них, которое они, помимо всех прочих народов, ставят не ниже добродеятели, и которого не знают ни греки, ни другие народы. Это столь в них развитое чувство укоренилось у них не со вчерашнего дня, а издревле. И в силу его они не препятствуют никому жить со всеми общую, равную жизнью. Имущество у них общее, и богач пользуется у них не большим, чем ничего не имеющий бедняк. Они не имеют ни жен, ни рабов. Живя сами по себе, они услуживают друг другу. Для заведования доходами и плодами земли они с помощью голосования избирают наиболее достойных лиц и священнического сословия. Вот что пишет Иосиф Флавий. А вот что пишет Римельнин Плиний, старший. К западу от асфальтового озера, то есть Мертвого моря, но в достаточном удалении от берега, чтобы избежать вредоносных испарений, проживают есеи, племя уединенное и наиболее удивительное изо всех во всем мире. Они живут без женщин, отвергают плотскую любовь и обитают среди пальм. И за дня в день число их увеличивается благодаря появлению массы утомленных жизнью пришельцев, которых волны судьбы в Ликут к обычаям есеев. Вот, дорогие друзья, таковы описания этой удивительной общины. В чем же тут дело? В чем же корень проблемы? Этот корень проблемы в учении о том, о чем мы увидим очень много в Евангелии. Это учение о Сыне Человеческом. Слова Сына Человеческий нам так привычны, что мы давно затерли и потеряли их смысл. Между тем, эти слова имеют очень большое значение на протяжении всей истории и Ветхого Завета, и Нового Завета. Сын, понятно же, это продолжение отца. Сын и отец одно. Теперь мы это знаем генетически, но по сути это знали и древние. и понятие Сына Человеческого появляется в Библии как аналог человека. Сын Человеческий Человек это одно и то же. Вот, пожалуйста, я вам просто подобрал несколько примеров. Еще из пяти книжек, книга чисел. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы ему изменяться. То есть, опять же, обычный восточный литературный прием повторяется два раза одно и то же, но с разными существительными. Человек Сын Человеческий. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом как Сын Человеческий с ближним своим. Иов. Опять же, человек Сын Человеческий одно и то же. Ну и классическое из восьмого Псалма Давидова. Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. То есть, для Библии Сын Человеческий и Человек это абсолютный синоним, это поэтический дуализм, когда одно и то же называется двумя именами. Там, жена моя и сестра моя. Одно и то же в данном случае имеется в виду. Также и здесь есть человек и Сын Человеческий. Только у пророка Иезекииля начинает меняться немного это представление, когда Бог обращается к самому Иезекиилю, к пророку, называя его Сыном Человеческим. Он говорит, что Сын Человеческий это тот человек, через которого говорит Бог. То есть Сын Человеческий это уста Божия. Не каждый человек Сын Человеческий. Да, человек, безусловно, Сын Человеческий, но в духовном смысле это тот, кто имеет какую-то особую связь с Богом. То есть это человек, имеющий особую связь с Богом. Это проявляется у пророка Иезекииля. И наконец у пророка Даниила один раз в седьмой главе 13-14 стихи в этой таинственной книге пророка Даниила говорится о Сыне Человеческом совершенно особые вещи. Это были настолько особые вещи, что сам пророк говорит, что эти видения смутили меня. И я не мог спокойно пережить их. Они противоречили всему пониманию ветхозаветному сути человека. Вот это видение. Это Даниил 7-13-14 Видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий. Дошел до ветхого днями. Ветхие днями это славянский перевод, это Бог, естественно, предвечный Бог. И подведен он был к нему. И ему, то есть сыну человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки, языки народа, служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Данииле в теле моем, и видение головы моей смутило меня. Книжники сэферим при кодификации Танаха, того, что мы называем Ветхим Заветом, они из-за уважения к тексту пророка, они его сохранили, но он не мог восприниматься как факт. Но если мы вспомним, что когда в самый страшный момент при суде у первосвященника Христа спрашивают «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос Сын Божий?» Христос отвечает этими словами пророка Даниила «Отныне узрите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных», отвечает Христос. Матфей 26, 63, 64 стихи. И за это он был распят. То есть он богохульствует, сказали все, хотя это прямые слова пророка. Почему? Потому что Сын человеческий, человек, не может ставить себя равным Богу. Но в этом видении Даниила было откровение о том, что человек, сын человеческий, то есть человек божественен. Вот великая тайна этого пророчества, что человек божественен, поэтому он подведен к Богу и от Бога ему дана вся власть над миром. Сын человеческий, богоподобен и божественен. Как человек он имеет плоть, как Бог он имеет власть и сил. Это настолько не соответствовало пониманию Ветхого Завета и эмпирическому пониманию разумных еврейских людей, что естественно это было распринято как богохульство и слова Даниила сохранялись только из уважения к Даниилу. Но всех теесеев было именно это. И они все именовали себя сынами человеческими. Они все именовали себя и сынами Божьими. Идея соединения с Богом была бесконечно важна для есейской общины. Учитель праведности именуется помазанником Мышах Мессия помазанником то есть как царем и избранником Пхиру Бога Божьим. Он помазанник неземного царства. Большинство современников ждали земного царства. Подобно Судрукеям и в значительной степени фарисеям большинство еврейского народа ждало что придет истинный царь лев от колена Давидова ну вы помните что царь Давид это был идеальный царь Израиля. Вот придет его потомок и он вновь восстановит царство Израилю возможно и покорит весь мир и фарисеи садукеи больше думали о политическом аспекте имперском как бы мы сказали фарисеи больше думали о культурном аспекте проповедническом будет проповедовать учение о едином Боге вот о чем мечтало большинство. Если мы смотрим Новый Завет мы видим что много раз ученики спрашивают в это ли лето ты готовишь царство Израилю когда ты придешь во славе своей дай сесть твоим ученикам по правую и левую руку от тебя то есть постоянно хотят чтобы это было земное царство или скажем в одном месте Евангелии говорится что люди хотят когда Христос увидел что люди хотят его взять нечаянно то есть неожиданно и сделать помазать царем Машаах помазать это значит возлить елей Машаах это помазание к елеям елей это знак божественной милости так венчали на царство в древнем Израиле и потом традиция перешла и в христианский постепенно в христианский мир так вот Иисус удаляется он не хочет чтобы помазывали царем и он говорит не ваше время не ваше дело знать времена и сроки которые отец по небесному готовил своей власти то есть идея земного царства очень велика но у есеев ее нет речь идет о духовном помазании о помазании которое поможет остатку остатку соединиться с Богом большинство погибнет но остаток соединится с Богом в четвертой пещере Кумрана в одном из текстов говорится что мессия будет порождением Бога и духом его дыхания представляете то есть всюду ищут земного царя а тут мессия будет порождением Бога и духом его дыхания но он будет человеком то есть он будет Богом потому что он будет порождением Бога да он будет рожден Богом и духом его дыхания дух Божий войдет в него будет с ним но он будет человеком в тексте кожаного свитка это интересно тоже Кумран это первая пещера Кумрана в тексте кожаного свитка были во второй колонке на сгибе кожи истерты несколько слов только их не могли понять они были ключевыми потому что в них говорилось что-то о том какой будет этот мессия а устав Кумранская община это очень священный текст который сохранялся в этих пещерах до последнего я вам многого не успел рассказать но есть кстати говоря книга Амусина Кумранская община вы ее можете прочесть и все узнать о том что мы знаем историки так вот в этом тексте который когда его просветили инфракрасными лучами отчетливо выявились утраченные слова им юлит эле хаммашах когда бог породит мессию юлит породит читается совершенно ясно то есть мессия будет рожден богом это будет не лев из колена Давидова не просто человек это будет порождение божие но при этом это будет вполне человек который садится за пиршественный стол протягивает свои руки хлебу и так далее то есть так же как и христос на тайной вечере то есть это человек и бог учение учения иссеев было о том что весь остальной мир в том числе Израиль лежит во зле пойман в три западни велиара слово велиар ну сатана оно постоянно употребляется в этих кумранских свитках три западни велиара это прелюбодеяние богатство и осквернение святыни а последователи учителя праведности хотя они прах и пепел они искуплены им и стали сынами света то есть сынами бога но тут кончаются сходства с известным нам евангелием и новым заветом дело в том что если в дамасском документе в более ранних текстах еще говорится о том что люди сами выбирают добро и зло то постепенно община и к тому времени когда пришел христос она уже эволюционировала достаточно далеко в сторону того что люди предопределены к добру или к злу предопределены к добру или к злу потому что и добро и зло сотворено богом подчеркиваю и добро и зло сотворено богом вот как об этом говорится в уставе общины он бог сотворил духов света и тьмы и на них основал всякое действие в чертоге света родословие правды и из источника тьмы заслой дословие кривды он затворил человека для властвования миром и положил ему два духа чтобы руководиться ими до срока его взыскания это духе правды и кривд и кривды в другом тексте первой пещеры кумрана в свитке войны говорится ты боже наших отцов создал велиара губителем ангелом злокозненным во тьме совет его ради нечестия греха и все духи его жребия ангелы зловредные то есть мы видим что бог создает зло это невиданное ветхом завете учения потому что бог есть свет в нем нет никакой тьмы он создает только добро но тут развитие учения и ощущение себя праведными привело к мысли о том что богом создано и зло и добро вообще проблем возникновения зла как вы уже знаете те кто из вас слушали какие-то мои лекции да и не только мои вы помните что вообще проблема зла это центральная главная проблема любой религии откуда-то зло вот здесь зло сотворено богом ученые очень часто современные ученые говорят что это зороастрийская зороастрийский дуализм но это не так в зороастризме когда я читаю лекции по зороастризму это показываю сейчас не буду просто на это тратить время в зороастризме нет дуализм дуализм появляется у аристотеля при его интерпретации среднего зороастризма в зороастризме четко говорится что родились атаку рамазды два духа но один из них избрал добро а другой избрал зло то есть свобода выбора а для и сейской общины свободы выбора теперь отсутствует и каждый предопределен или к спасению или гибели самого начала причем те кто предопределены к спасению они сразу спасутся даже если грешат их ангел исправит восстановит а те кто предопределены гибели те все равно погибнут даже если будут пытаться что-то сделать хорошее опять же я замучил вас цитатами но тем не менее я все равно попасть позволю себе прочесть еще одну это тоже собственно говоря это из третьей части устава общины в руке князя светов князь светов это тоже то что мы называем элохим вот это бог воинств князь свет в руке князя светов власть над всеми сынами праведностями путями света они будут ходить а в руке ангела тьмы велиара вся власть над ценами кривды и путями тьмы они будут ходить от ангела тьмы заблуждение всех сынов праведности все их прегрешение грехи вина их преступные деяния в его власти согласно тайнам бога до срока его и все их кары и сроки их бедствия во власти его супостата мастема препятствия супостат преграда возможно так называли самого ангела тьмы мастема и все духи его жребия на помеху сынам света но бог израиля и ангел его правды помогают всем сынам света то есть мы здесь мы с вами погружаемся важнейшую проблему свободного выбора вот здесь свободного выбора нет те кто пришли в общину они уже предопределены спасению если конечно из нее не убежали а те кто не пришли в общину и продолжают жить жизнью вне эсейской общины они предопределены гибели если бы они были предопределены гибели они пришли в общину то есть обратите внимание с одной стороны идея соединения с богом а с другой стороны идея того что это соединение с богом предопределено для одних и невозможно никогда для других то есть в некотором роде это если угодно такой древнейший клевинизм когда спасение и гибель определены от бога самого начала но это предполагает что бог творец зла и это само по себе конечно очень проблематичная вещь наконец в свитке войны говорится ты извечно предначертал себе день битвы чтобы помочь правде истребить грех унизить тьму и возвеличить свет для вечного пребывания для уничтожения всех сынов тьмы и радости всем сынам света иосиф лавик который прекрасно знал и сеев пишет секта и сеев учат что во всем проявляется мощь предопределения и что все постигающие людей не может случиться без и помимо этого предопределения то есть мы видим дорогие друзья и это вот на этом и как бы закончим закончим наш экскурс что постепенно в израиле сложилось вот это учение третье учение кроме саду киев и фарисеев с руки значит такое духовно-имперское учение фарисеи это такое я бы сказал духовно-нравственное учение и учение и сеев это учение о божественности предназначенных к нему то есть такое духовно-избранническое учение что мы избраны типичный сектантский подход мы избраны но мы избраны чтобы быть сынами бога сынами света быть с ним и более того что мы не пойдем на суд эссеи учились что те кто избраны богом они даже судиться не будут они сразу будут у бога а другие уже осуждены и элементы вот этого эссейского учения они проскальзывают в новом завете особенно в посланиях апостолов и в евангелии от иоанна они есть то есть вот что одни на суд не идут и уже перешли от смерти к жизни а другие осуждены уже осуждены но тем не менее но тем не менее к моменту пришествия христа осталось если угодно не занятой одна но пленительная духовная позиция значит идея имперская занята идея нравственного учительства и суда и спасение или гибели занята фарисея идея избранничества при отсутствии свободы занята иссеями что осталось осталось одно свободное соединение с богом или свободное от падения не предначертание а воли человеческое потому как человек себя определит так устроиться его отношение с богом и возможность его соединения с богом да все люди будут сынами божьими но только те из них кто смогут этого пожелать и это осуществить это зависит от каждого человека и естественно той помощи которую ему дает бог от в нашей воли то есть осталось свободной осталось не занятой позиция свободного волевого соединения с богом и вот эта позиция как раз и стала позиции христа секта есеев исчезла мы долгое время ничего и не знали практически они на нее не обращали внимание когда читали всего флавия только после кумранских открытие кумранских рукописи мы ее узнали мы ее поняли изучили кстати говоря все тексты ветхого завета обнаружились кроме книги эсфирь в кумранских рукописях вот а христианство как вы знаете существует на земле 2000 лет и при всех своих падениях существует триумфально так что очевидно что эта четвертая позиция была теоретически говоря самая перспективная она выводила человека из любых ограничений этнических политических детерминистской предопределенности открывала перед ним огромную свободу и безграничную перспективу соединение с богом это и есть христианство и о нем мы будем говорить нас и на этой лекции на следующий а теперь конечно же все это в очень небольшой степени понимали и знали в восемнадцатом девятнадцатом веке более раннее время теперь мы понимаем что в этом громадном котле кипевшем в ожидании какого-то чего-то нового то все почувствовали это новое в этом котле они в пустоте и не в равнодушии и не в потере веры потому что эти эссеи они очень верили они уходили они действительно давали большей части обет безбрачия а в тех общинах где даже были жены давали обет ну почти полного воздержания только ради рождения детей можно было изредка соединяться с женами и то там все было терминировано до мелочей вот чтобы человек совершенно оставался бесстрастным и в пищи и в даже плотской любви во всем вот в уставе общины мы это видим понимаете то есть это тоже были жертвы это тоже был подвиг мир ждал нового мир ждал мир жил ожиданием нового вот этот учитель праведности должен был прийти и поэтому когда пришел иисус он был воспринят как учитель праведности но одновременно с ним приходило много и других о них тоже есть намеки о них тоже есть намеки в евангелии даже рассказы в евангелии и очень много у иосифа флавия об этом например в иудейских древностях иосиф флавия рассказывает вы помните что когда родился христос мы знаем довольно мы знаем очень точно что это была первая перепись которую при императоре августе осуществлял в сирии сенатор к велинии это прямо говорится в евангелии от луки это позволяет нам кстати говоря ну с точностью до нескольких лет определить мы сейчас все знаем когда сенатор был в сирии ну естественно тем более знаем когда был император август мы можем очень четко определить годы когда родился христос то есть это не первый год после рождества христова это перемежуток между седьмым и третьим годами до рождества христова но это есть было в этот период и родился христос вот но это он ничего не значит потому что дата определена достаточно вольно но что пишет иосиф флавий который вот просто показывает состояние во время переписи которую в сирии осуществлял сенатор к велинии некий галилеянин иуда происходивший из города гамалы вместе с фарисеем садоком стал побуждать народ к оказанию сопротивления говоря что допущение переписи приведет лишь к рабству они побуждали народ отстаивать свою свободу предвечно лишь в том случае бог лишь том случае окажет иудеям поддержку если они приведут в исполнении свое намерение особенно же если они добиваясь великого не отступят перед осуществлением своих планов приверженцы этой секты во всем прочем вполне примыкают к учению фарисеев зато у них замечается ничем не сдерживаемая любовь к свободе единственным руководителем и владыкой своим они считают господа бога идти на смерть они считают за ничто равны как презирают смерть друзей и родственников лишь бы не признать над собой угловенство человека мои слова далеко не исчерпывают всего их великодушия и готовности их подвергаться страданиям народ стал страдать от безумного увлечения ими при и гемоне гессии флори первые годы после рождества христов вот собственно это происходит значит понимаете какой-то иуда галилеянин то есть той же области что и христос за там 20 25 лет до и христа уже говорит что надо не подчиняться властям не участвовать в этой переписи не переписываться надо отстаивать свою свободу помните что дева мари и иосиф как раз в эту перепись отправились в вифлеем чтобы там спокойно без всякой смуты записаться то есть мы видим что уже иудеи вся бурлит ожидания также говорит что при императоре клавдии вам во время намечества фада в иудеи некий февдо обманчив уговорил большую массу народа и забрать с собой все имущество и пойти за ним февдую к реке и ордану он выдавал себя за пророка и уверял что прикажет реке раступиться без труда пропустить их этими словами он многих вел в заблуждение это иосиф плавий а в деяниях апостолов оба эти случаи вспоминаются и к ним добавлены еще два других симоном волхвом некоторым уж именем симон волховал и изумлял народ самарийский выдавая себя за кого-то великого ему внимали все от малого до большого говоря все есть великой силы божия на самом деле просто автор деяния апостолов говорит о том что он выдавался за кого-то великого но иосиф лави прямо говорит что это никакой не великий это просто мессия он выдавал себя за мессию а в другом месте деяние говорит сну когда допрашивают апостола павла тысячи начальник в крепости вы это не тот ли ты египтянин который произвел недавно возмущение вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников даже читая деяния апостолов мы должны усомниться ну какой же разбойник выведет собой четыре тысячи разбойников ну где же такую шайку кто создаст это целая армия это дивизия соответственно и шайке такое не нужно поэтому никакие не разбойники этот египтянин или не египтянин трудно сказать он вывел людей которые последовали за ним по духовным причинам и об этом пишет иосиф лави тоже то есть мы видим что в это время в иудее вот мессии или лжей мессии и люди выдававшие себя за мессии за мессию приходили все время это было время вот клавдии это уже после смерти иисуса август это только рождение иисуса и постоянное ожидание мессии приход мессии ну и наконец как вы помните в шестьдесят восьмом году начинается иудейское восстание о котором действительно говорит христос евангелия от марка вот который заканчивается понятно поражением но все же ждут что они выиграют что это маленькая иудея этот маленький иерусалим победит римскую империю то есть люди настолько фанатично были убеждены что бог с ними что готовы были не посчитать что на одного на любого иудея приходится несколько римских воинов включая иудеев женщин и детей вот то есть вы понимаете какое состояние было когда иисус проповедовал он говорил конечно о пылевых лилиях но это было не время мирных пылевых лилий это было время невероятного бурления и в это время появляется иисус появляется ли для историка важны два момента во первых когда впервые аутентичные источники говорят о том или ином человеке или событие с какого времени и во вторых сами произведения этого человека ну или в данном случае изречение этого человека когда они зафиксированы на относительно его жизнь вот понимаете если мы возьмем любого античного автора знаменитого а мы в и пида платона цессерона то до недавнего времени все произведения этих авторов отстояли от их жизни на тысячу примерно лет потому что это были рукописи девятого десятого ну средневековая рукописи девятого десятого века безусловно они переписывались и там того же европида списки драм их мало и два всего они дошли скажем от девятого века но тем не менее мы не сомневаемся что реальный европит жил естественно в афинах в четвертом веке дождества христова почему мы должны сомневаться существование христа рукописи с изречениями которого дошли до нас с начала второго века аутентичные тексты евангелия от уанна фрагментов конечно маленьких кусочков евангелия от уанна на папирусе дошли до нас от начала от первой четверти второго века то есть они отстоят от жизни иисуса на 80 лет теперь слава богу мои фрагменты еврипида и софокла и новые даже драмы и статы из гомера и платона нашли в египте египет сокровищница папирус в египетских условиях не распадается а им старыми папирусами набивали все что угодно и часть для ученых эти набитые старыми бумажками до мешки это бесценные сокровища иногда ими даже набивали это редко было набивали тела людей там мы такая была форма мумификации то есть это все бесценно теперь для нас и вот самый ранний текст то есть понимаете вот мы видим эту контекст до бурление идеи эффекта есея восстания постоянной миссии лже миссии то есть это вполне аутентичный мир для иисуса христа потому что историк в отличие от верующего человека который готов верить во что угодно историк всегда знает что любое явление рождается в определенной среде должна быть среда вот среду я вам показал среда была среда очень явно существовала только отчасти эту среду мы видим самом новом завете мы ее чувствуем но теперь мы хорошо понимаем и вы по-другому будете читать новый завет а теперь свидетельство иисусе вот самый ранний фрагмент это найдено в начале двадцатого века маленький кусочек папирус который называется папирус райланд он сейчас хранится в манчестере в англии на нем записаны два фрагмента восьмой главы евангелия туана 18 18 глава 31 34 37 38 где с присутствует диалог иисуса с понтием пилатом значит по крайней мере через 80 лет после этих событий диалог был перед смертью да он уже записан и известен шуткой 80 лет это все равно что да это все равно что диалог который ну проводили какой там не знаю черчилль и чемберлен перед началом первой второй мировой войны вот так он отстоит от нас то есть совсем недавно ведь вот-вот мы там все смотрели фильм тяжелые дни спор 40-ой год но вот это есть эти 80 лет отстоящее от нас то есть никто из нас не сомневается и никто не считает черчилля чемберлена мифическими фигурами мы знаем что они есть также точно понятно для египтянина или грека который на папирусе в аксиринхе в среднем египте делал эту выписку это выписка это не просто вот кусочек евангелия ну страничка а это выписка она сделана кстати полу грамотным человеком там видны ошибки орфографические видно что человек в общем-то не очень хорошо разбирается и очень хорошо понимает хороший греческий язык то есть это опять же о чем говорит что был какой-то вполне хороший текст который был записан раньше из которого этот человек пораженно видимо этим ну как мы иногда да вот как вы сейчас вон делает записи он сделал такую запись и запись уцелела значит соответственно еще раньше существовала евангелия туанна если из него выписка это на пирга на папирусе начала второго века и почерком начала второго века сделано примерно к тому же времени относятся и три листочка папируса эджертон сохранившего фрагмент неизвестного евангелия близкого по содержанию к евангелию от иоанна этот этот эти три листочка были найдены тоже в египте в 1934 году значит мы видим что уже есть новый завет ну скажем на грани первого и второго веков даже с христом если не как корпус то как текста отдельные тексты значит это безусловно говорит об историчности иисуса об историчности иисус какой же это солнечный миф тогда можно понимать и черчилль с чем берлен назвать солнечным мифом очевидно совершенно в иудейских древностях а иосиф флавий чтобы все представляли автор иудейские древности он родился через несколько лет после гибели иисуса видимо гибели иисуса произошла около на самом деле около 30-го года примерно не в 33 мы считаем около 30-го года а в первые годы императора клавдия то есть буквально 34 35 году родился иосиф флавий понятно он не застал иисуса но когда он был мальчиком от смерти иисуса прошло там еще 15 лет то есть конечно он все это знал он жил еврейской среде интеллигентно еврейский юноши вот для него он в своих иудейских древностях пишет об иоанне крестители и называет иакова братом иисуса то есть он это знает отлично это поле и в иудейских древностях которые он предпишет ну естественно чуть позже он пишет есть одна интересная цитата и и конечно все приводят это цитата по всей видимости сильно искаженный христианскими переписчиками текст но потому что он слишком найти иосиф был благочестивый иудей ну скорее такого фарисейского направлении вначале и сей потом он стал фарисеем вот здесь и он не может не мог бы принять христа требовал христианином но здесь же видно что он почти его принял но тем не менее я но я не буду вас мучить сравнением текстов мы историки это очень любит для того что есть один классический текст иудейских древностей и в нем вот это очень такая пологетическая цитата но в начале 20 века в синайском монастыре святой екатерины многие из вас кто увлекаются христианскими древностями бывали в этом монастыре он существует до сих пор так вот в синайском монастыре нам он еще понадобится сейчас в начале 20 века была найдена рукопись арабская на арабском языке всемирной истории агапия это рук из 14 15 века агапии и вот в этой рукописи агапия в нем есть ссылка на иосифа флавия но намного более если угодно сдержанная цитата и ученые предполагают что это и есть истинный текст а более такой рассвеченный христианизированный он в основном в основной версии рукописи сделан уже переписчиками вот послушаем эту цитату из агапия а другую я уж вам не буду читать в это время был мудрый человек отпишет иосиф флавий в это время был мудрый человек который звали иисус весь его образ жизни был безупречным и он был известен своей добродетелью и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками пилат осудил его на распятие и смерть но те кто стали его учениками не отказались от его учения они рассказывали что он им явился через три дня после распятия и что он был тогда живым таким образом он был может быть мессия о чудесных деяниях которого возвестили пророки вот что пишет агапий это пишет человек который родился через там пять лет после смерти христа у и у римских историков уж совсем не еврейских которые относятся скорее с отвращением и пренебрежением к этой странной секте у них есть абсолютно точные свидетельства о христе и мы теперь можем твердо сказать что это не интерполяции по ну по целому ряду признаков ясно видно значит сначала это анналы тоцита 1544 речь идет о том что как вы помните нерон в какой-то момент то ли потому что ему не понравился хаотично застроенный рим только каким-то другим причинам хотел там своим откупщикам дать застройку рима после пожара он повелел сжечь и сидел гава говорят на башне своего дворца и пел на кефаре гибель трой ну гомера он считался великим артистом когда его потом убивали и он говорит какой артист погибает в общем тиран конечно удивительно может быть но вот в том что рим сожжен все стали обвинять конечно императора что он сделал тайно хотя он скрывал это всячески как и многие любят скрыть подобные деяния но все кивали на него и тогда он сказал что этот что рим подожгли христиане и те из вас что читали сенкевича каму гридеши там как описано как жестоко нерон приказал расправиться с христианами именно обвинив в поджоге рима вот что об этом пишет значит соответственно нерон да он наследовал клавдию то есть это совсем недолго после смерти христа 35 лет примерно после смерти христа и вот о чем пишет тоцит как историк обычно не подвергаем сомнению его исторические свидетельства но не средствами человеческими не щедротами принцип со принцип сатаре нерон император не принцип слова 1 да невозможно было пресечь бесчищащую его молву что пожар был устроен по его приказанию и вот нерон чтобы побороть слухи приискал виноватых и предал изощреннейшим казнем тех кто своими мерзостями на ног навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами через 30 лет после смерти христа христа от имени которого происходит это название казнил при тиберии прокуратор понтий пилат подавленное на время это зловредное суеверие стала вновь прорываться наружу не только в иудеи откуда пошла эта пагуба но и в риме куда отовсюду стекается все наиболее гнусно и постыдно и где она находит приверженцев и так сначала были схвачены те кто открыто признавал себя при принадлежащими к этой секте а затем по их указаниям и великое множество прочих изобличенных не столько в злодейском поджоге сколько в ненависти к роду людскому ученые говорят что понимаете если в это дело бы христианский интерполятор то он бы конечно такие мерзкие эпитеты своей веры бы никогда бы не позволил в средневековье бог боялся их умерщвление сопровождалось издевательствами ибо их облачали в шкуры диких зверей дабы они были растерзаны насмерть собаками распинали на крестах обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения для этого зрелище нерон предоставил свои сады тогда же он дал представление в цирке во время которого сидел среди толпы в одежде возничьего или правил упряжкой участвую в стязаниях колесниц и хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары все же эти жестокости побуждали сострадание к ним ибо казалось что их истребляют не видах общественной пользы а вследность следствие кровожадности одного нерона гай свитоний транквил другой ранний римский историк пишет в жизни описание клавдия иудеев постоянно волнуемых хрестом он изгнал из рима интерес что употребляет слова не христом а хрестом долгое время считали что это как раз знак подложности но потом был найден две вещи во первых оказалось что это перевод фактически со слуха из простонародной латыни взято это греческое слово как вы помните христос христос это по-гречески помазанник и соответствует греческое слово простые люди римляне которые говорили костина греческого на латыни а греческого не знали они в простонародной латыни переводили и в е это известный факт и соответственно свитоний который записывал со слов людей он употреблял слова хрест тоже другом месте он в другом совершенно месте когда он говорит о нейроне как раз об этих же событиях вот сожжением христиан их называет христианами все нормально а второе очень интересное свидетельство это то что недавно в египте нашли папирус с приказом клавдии об изгнании христиан из рима я при к и о том что иудеям александрии египетской запрещается общаться с иудеями и принимать у себя иудеев из палестины потому что они полны отвратительными суевериями не сказано что христианскими но очень можно предположить сколько мы и знаем и в деяниях апостола говорится о том что клавдий знал христиан из рима и тогда вот помните в коринфе осели те у кого поселился апостол павел прескиллы да и ее муж так что все понимаете ли сходится значит свитоний тацит говорят а христиан и как уже достаточно многочисленной секте кстати это было одно из обвинений что но они не могли быть тогда многочисленными но видимо новое учение распространялось очень быстро конечно она была не безумно многочисленным но казалось что людей таких много приверживших довольно много почему он оказал всем отвратительным почему она не понравилась это большой разговор но во первых мы все сами знаем что когда говорят о какой-нибудь секте далекой от нашей веры всегда рассказываются разные гадости и мерзости это обычно то внутреннее что есть в самих людях и что обычно связано ну с какими-то отвратительными вещами часто даже сексуальным замесом все это на другую на больную голову на здоровую голову с больной переводится поэтому а христианок что только не рассказывали и об этом много рассказывали об этих вещах вот о которых не хочется даже говорить ну просто уже неприлично совсем вот а кроме того христиане держались собняком они не поклонялись императору но и евреи не поклонялись император им было позволено и культ императора не соблюдать и императорским статуям не кодить и в иерусалимском храме статуи императора не было хотя всюду они были вот потому что понимали что иначе будет восстание но иудеи жили вас там вас в остальном вполне нормальной жизнью они делали карьеру они торговали они участвовали в общественной политической жизни они старались быть ближе к двору императорскому врачи там учителя а христиане жили особняком они старались от всего отдаляться собирались на какие-то ночные собрания а ночное это значит как это безобразие как думало большинство людей вот поэтому они были отвратительны они не были социальны то что в греческом языке имена вы именуют словом идиота с идиота за человек который не участвует в общественной жизни вот они были такими и поэтому они вызывали неприятие в начале второго века от начала второго века сохранились совершенно безусловные и не подлежащие никакому сомнению письма плиния младшего помните а при не старше мы говорили что он был с виспасианом в иудеи и записал о есеях а плиния младший был наместником малой азии и близким другом императора троян император троян просвещенный после там всех бесчинств императора домициана просвещенный культурный человек военачальник в прошлом и он переписывается с плинием своим губернатором и плиний в одном из писем задает им вопрос как обращаться с христианами и он пишет вещь я просто довольно большой кусок но это очень интересное письмо это 96 письмо плиния трояна плиния император троян я никогда не присутствовал на следствиях и христианах поэтому я не знаю о чем принято допрашивать и в какой мере наказывать немало я и колебался ибо если тут какое различие по возрасту или же ничем не отличать малолеток от людей взрослых прощать ли раскаившихся или же человек который был христианином отречение не поможет и следует наказывать само имя даже при отсутствии преступления или же преступления связанные с именем пока что с теми на кого донесли как на христиан я действовал так я спрашивал их самих христиане ли они сознавшихся спрашивал во второй и в третий раз угрожая наказанием упорствующих отправлял на казнь я не сомневался что в чем бы они не признались но их следовало наказать за непреклонную закоснелость и упрямство были такие безумцы которые я как римских граждан назначил к отправке в рим прям к апостолу павлу то есть римский гражданин не может быть казнен в провинции он должен быть судим в риме поэтому есть он римский гражданин почему апостол павел потребовал суда принципся именно поэтому ну и так далее довольно большое письмо под можете посмотреть его это значит в письмах плиния младшего но в русском издании литературных памятников 205 страница и троян ему отвечает император ты поступил вполне правильно мой секунд произведя следствие от тех на кого тебе донесли как на христиан установить здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно выискивать их незачем если на них поступит донос и они будут изоплечены их следует наказать но те кто отречется что они христиане и докажет это на деле то есть помолиться нашим богам следует за раскаяние помиловать хотя бы в прошлом они были под подозрением без а он при не пишет о том что ему поступила анонимка огромные с огромным списком христиан и он пишет безымянный донос о любом преступлении не должно принимать во внимание это было бы дурным примером и не соответствует духу нашего времени вот то есть доносы безымянных на христиан не принимать это на час самое начало второго века так что вы видите дорогие друзья что уже в это время не только есть евангелие не только есть там вот эти папирусы из египта но уже а христиан и говорят и пишут причем пишут не только историки но пишут чиновники чиновники посвященные чиновники это проблема и мы уже видим в начале второго века массовое исповедничество христиан казни и соответственно мученичество то что мы называем мученичеством это самое начало второго века хотя на самом деле это было и раньше наконец свидетельство о христианах нам дают абсолютно точные это помпеи и геракуланом то есть города которые погибли при извержении везуви в семьдесят девятом году семьдесят девятый год кстати за этим извержением косплиний старший наблюдал значит семьдесят девятый год это последняя точка потому что после семьдесят девятого года когда геракулану был залит лавой а помпеи завалены пеплом там никто не жил и сесть никаких след ничего там оставить никто не мог и так в гераку в геракулануме был найден черепок а бедные люди писали на черепках в риме и в греции но был самый распространенный материал пергамент папируса не был пергамент стоил дорого была латинская надпись спес эндио надежда на бога и знак креста надежда на бога еще могла быть на любого бога да тогда во что только не верили в риме в том что в тех же помпеях храм изида прекрасно был найден и тоже кстати жрецы изида до последнего оберегались храмовые святыни и погибли унося их из храма из города во время извержения то есть благочестие было у всех но знак креста знак креста интерес что восемь девятнадцатом веке вот эти историки которые отвергали реальности иисуса говорили что вообще знак креста как святыни появился только в четвертом веке ну явление константину великому до осим победишь оказывает что он был же в первом веке оказывается образ креста связаны с христом их кристи христианством уже присутствует вот до семьдесят девятого года был в помпеях то есть опять же через 35 лет через 40 лет после гибели иисуса в чем дело да и второй такой же еще более интересный интересная находка в геркулануме это так называемый дом двухсотлетия в нем была найдена небольшая комнатка 3 на 2 и 7 десяток метра в ней домашний алтарь с углублением в стене в виде христа и под ним шкаф престол то есть опять же знак креста опять же удивляться особенно нечего знак креста древнейший символ те из вас кто когда-то слушали мои лекции знают что еще с эпохи страшно сказать раннего палеолита мы встречаем знак креста у даже у хомо эректус потом у неандертальца но уж точно в древнем египте аных иероглиф жизни это крест с петлей всем это известно это сто раз изображено всюду всех богов египтяне изображали с этим крестом с петлей вот поэтому для и мы знаем символику этого креста и соединение неба и земли запада и восток то есть полноты мира по вертикали и по горизонтали в центре засредоточие этого сам человек это же крест это образ человека естественно и в этом смысле хотя это было страшное орудие казни евреи понимали что это провиденциальные христиане понимали что это провиденциально и знак победы над смертью крест это не только оружие смерти но и оружие победы над смертью поэтому живо творящий крест крест который дает жизнь и ничего удивительного нет что образ креста рано появляется очень рано появляется в христианской символики интересно что недалеко от иерусалима в 50-е годы была сукеником раскопана гробница знатной иудейской семьи по монетам можем судить что это восьмидесятые годы агриппа агриппа второй царь монет с ним связаны и там присутствует имя иисус и знак христа какие-то иудео-христиане ну и наконец такой замечательный памятник конечно всем вам так или иначе известны это туринская плащаница я не буду говорить о массе других реликвий о них можно спорить на туринская плащаница это очень интересная вещь впервые она упоминается в седьмом веке как пелены христа и упоминается нигде-нибудь об испании потом они говорят что она была в валахернской церкви в константинополе это в 1204 году при разорении константинополя описание говорит что ее выносили в страстную пятницу каждый год из валахернской церкви она там находилась потом она исчезает появляет 16 веке в савой потом в турине и и когда ее исследовали вы знаете что там в общем доказано что это ткань первого века что пыльца растений которые там остались во-первых что это весна что она была использована весной и что это пыльца это пыльца растений которые растут и цветут в это время в палестине отпечаток который почти не был виден проявился в рентгеновских лучах как позиции как негативный отпечаток и все это вместе взятое ну ясно достаточно говорить что это какой-то таинственная вещь конечно мы не знаем мужчина который был завернут в эту ткань христос или нет этому сказать не можем но то что этот человек был завернут в эту ткань в палестине и каким-то образом совершенно научно необъяснимым его тело отпечаталась после смерти и он был распят потому что мы видим следы распятия на руках и был бит чем-то потому что мы видим следы ран то ли от палки то ли от шипов тернового венца на голове и сгустки крови и там целый ряд еще вещей это это факт кто это конечно мысль о том что это христос не покидает исследователи и что вот это странное запечатление на ткани это результат возможно того сверхъестественного явления которое мы называем воскресенье во плоте вот но и по крайней это факт это туинская плащаница она есть ее можно посмотреть ее можно изучить там есть один момент что там есть обугленные кусочки ткани и они принадлежат шестнадцатому веку но это все объясняется очень просто 16 веке храм которым она хранилась в гренобле он горел и рака серебряная в которой лежала свернутая плащаница каплями расплавленного серебря были прожжено в нескольких местах понятно что у радиоуглеродный анализ показывает 16 век он не мог показать первый век потому что пожар был 16 веке вот собственно говоря такова таково это удивительное свидетельство ну и наконец мы переходим уже мы переходим уже к самому самому письменному свидетельству вы знаете что христиане разделяют как бы свидетельство на два больших поля поле писания и поле предания писание это то что понятно написано и а предание это то что передается в устной форме с какими-то там намеками и упоминаниями и вот писание христианское именуется совсем как у есеев новый завет новый завет завет по-гречески это диафики 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 это духовное завещание договор по еврейски брит завет то есть это некое завещание это некий принцип не совсем верный перевод на латынь тестаментом свидетельство свидетельство идея нового завета у и сеев идея нового завета у пророков пророк иеремии говорит вот наступают дни говорит господь ка я заключу с домом израиля и с домом иуды новый завет иеремии 31 31 и вы помните что это и в евангелии сам христос говорит во время тайной вечери с такого трагического и важнейшего момента своей земной жизни также и чашу после вечери он предлагает ученикам говоря сия чаша новый завет в моей крови которая за вас проливается лука 33 20 22 20 то есть новый завет распространенное понятие что такое новый завет это значит старое прошло теперь все новое в этом идея нового завета это не просто второй том собрание сочинений это значит что прежний завет перестал иметь смысл он или исполнен или не исполнен он не исполнен не исполнен израиль не пришел к богу благодаря закону и соответственно это просто поставить или крест на человечестве или дать ему новый закон новый завет и вот и сей ждут нового завета пророки ждут нового завета и христиане свой корпус текстов свое писание называют новым заветом новый завет это то что учит как осуществить восстановление восстановление мира с богом то самое восстановление мира с богом которое нарушено в грехопадении как совершить этот шаг новый завет значит мы видим что уже в конце начале второго века уже мы имеем тексты нового завета видимо тексты появляются раньше традиционно уже от второго века вот те кусочки которые есть к третьему веку относятся уже большие куски нового завета всех его книг это папирус честер бити храним их который хранится в дублине там примерно половина евангельского текста деяния послание 1 3 откровенность апокалипсия на богослово это в 50-е годы найдет 3 найдены папирус бодмара третьего века он в честь купившего мартина бодмара назван 154 страницы новозаветного текста а к четвертому веку относится уже два полных новозаветный полных кодекса и самый полный который обозначается буквой а аль алиф еврейский это синайский кодекс он относится к четвертому веку судьба этого кодекса удивительно его он хранился тоже в том же монастыре святой екатерины на синай написано понятно же на греческом языке греческий текст того времени четвертого века это так называемый унциал то есть это когда писали в строку не разрывая слов и делали разрывы только между предложениями понять и там писали по другому буквы чем потом учиться унциал надо специально и монахи не могли его читать и решили его просто сжечь за ненадобностью вместе с другими старыми книгами и два русских человека один монах который там был и культурный ученый монах и значит и ученый немец по национальности но русский подданный константин фон тишендорф они увидели что это такое что это такое и уговорили монаха все его не уничтожать а подарить это было в сороковые годы 19 века а поподарить русскому императору и пока они его уговаривали пока все это шло успел умереть николай первые прийти к власти александра второй ему достался этот эта книга естественно ученые объяснили императору что это такое он подарил за это монастырь 7000 золотых рублей и это самый ранний полный кодекс нового завета имеющийся в мире причем в нем кроме канонических книг нового завета присутствующие две книги которые потом не включались в новый завет то еще новый завет не до конца сложился этот кодекс хранился в императорской библиотеке он был назван санкт-петербургским кодексом но сталин его за 100 тысяч фунтов продал британский музей так теперь находится слава богу его не уничтожили находится британском музее вот такая история этого кодекса второй кодекс четвертого века это ватиканский кодекс ним все в порядке его никто никуда не продавал вот в нем не весь новый завет но зато есть значительная часть ветхого завета то есть мы можем сказать что четвертому веку уже корпус во многом сложился и этот корпус именуется каноном нового завета что такое канон канон то отвес мерила и вот именно к четвертому к началу 5 века этот отвес это мерила правильного сложилось окончательно то есть что это о чем идет речь а на самом деле было масса текстов ведь понимаете в эпоху христа и после него это же было культурное общество в римской империи всех учили грамотности ведь не как в средние века все были практически грамотные самый иисус писал как вы помните на земле когда ему привели женщину взятую в прелюбодеянии все умели писать и многие естественно занимались ли той или иной формы литературы и когда пришел христос огромное количество людей составляла какие-то его изречения то что называлось евангелием евангелие благая весть значит какие-то благие вести которые возвестил христос то есть это ходило огромное количество текстов посланий которые писали сами ученики христа или ученики учеников вот из всего этого надо было отобрать канон он его отбирали не в один день его отбирали в течение нескольких веков окончательно окончательно канон был утвержден только на карфагенском соборе по моему в четыреста девятнадцатом году в четыреста девятнадцатом году то есть достаточно поздно до в четыреста девятнадцатом году на лаудикийском соборе канон установили но еще без апокалипсиса иоанна и вот окончательно включили апокалипсис поэтому в четыреста девятнадцатом году в начале пятого века мы считаем что канон нового завета установился то есть течение четырехсот лет христиане отбирали одно отбрасывали другое одно время в канон вот кстати говоря в синайском кодексе кодекс тишендорфа да там было послание варнава апостола варнава потом вы не стали включать там был пастырь эрма потом вы не стали включать но это книги так называемые учительные их не не запретили они просто не во всем соответствует богословским представлением о христианстве а какие-то книги просто запрещали потом пас евангелие от евреев оно было запрещено евангелие эбонитов было запрещено учи евангелие 12 апостолов был запрещено то есть довольно много и евангелие истины было объявлено абсолютно юридически то есть был очень жесткий отбор текстов что-то канон что-то можно читать но это не канон это благочестивые истории кстати говоря вот все эти евангелие о детстве мари так называемые евангелие от иосифа это все благочестивые они все изнано сейчас на русском языке на них основаны вот по богородичные праздники ведения богородицы в ахрам в частности вот это все евангелие от иосифа оно его можно читать но канона но не входит не входит а какие-то были просто причины как абсолютно несоответствующие духу христианства то есть значит дух христианства очень ясно осознавался в раннее время и после сомнений и колебаний а выкристаллизовывался тот канон который вот дошел до наших дней с 419 года без изменений это говорит о том что это не случайное собрание текстов это совершенно сознательное собрание того из моря текстов которые циркулировали собрание того что подходит кстати говоря о море текстов ну коль уж мы с вами говорим сейчас такое в основном водная текстологическая часть дело в том что одновременно практически с кумранскими рукописями в 1945 году в конце войны в египте был найден в таком местечке на хаммаде клад ранних христианских рукописей это был кувшин и в огромные в нем было найдено примерно 50 текстов написанных на коптском языке коптский айгуптус древнеегипетский язык да но уже в христианскими египте то есть слово коптский это греческое от греческого эгиптус значит но это переводы с греческого это не оригинальные коптские тексты это переводы с греческого и в основном а греческий текст эти большей частью не сохранились там кстати знаменитый евангелие от фомы близнеца еще целый ряд интересных очень текстов но эти тексты не вошли в канон то есть это место которое значит эти тексты начала 4 века не клад положено заложен начале 4 века понятно текст функционировали раньше если успели перевести на коптский язык они не вошли в канон они очень интересны вот мариана казимировна трофимова перевела еще в советское время была изна такая скучным подскучим названием книга историко-философские вопросы гностицизма вот на самом деле мы тогда всячески защелялись чтобы издать хоть что-то полезное и важное и она в приложении к этому интересному тексту издала переводы скоптского из на хамаде вообще эта книга посвящена вот находки в на хамаде и в частности здесь перевод евангелия от фомы вот я вам просто приведу ну что вы представили себе что это такое дело в том что по мнению многих ученых сначала функционировали отдельные из и собирали отдельные извлечения христа это называлось логиями словами вот и потом они уже обрастали плотью из них делался делались вот те евангелия которые мы знаем то есть перед скажем лукой перед марком лежали логии собрание они уже отбирали что из этих логий правда что неправда что подходит что не подходит вот такое есть мнение ну они же писали все-таки все позже да по такой христианской традиции который никак не противоречит научно есть только не считать что предсказывать будущее нельзя ну мы же сами все предсказываем будущее вы меня постоянно спрашивают там как же там передадут курильские слова не передадут вот и предсказываю будущее да да кто же самое и тут очень многие вещи были очевидны и есть не читать этого то считается как что евангелие самое раннее евангелие от марка она на составлена где-то в сороковые годы в конце сороковых годов до примерно через 20 лет до 15-20 лет после смерти христа и действительно есть мы посмотрим текст этого евангелие конечно все евангелие на греческом то это очень простой текст такой я бы сказал незамысловатый чуть-чуть клочковатый с большим количеством латинизмов и само имя марк об этом же хотя и марк был безусловно иудей но видимо много проведший времени уже полнопространствах римской империи и знавший латынь потом в 60-е годы были написаны евангелие составленные евангелие от матфея и от луки они очень разные евангелие от матфея безусловно писалось в иудее написанное благочестивым иудеем прекрасно знающим писание написанным красивым литературным языком хотя некоторые ученые считают что даже был сначала написан на арамейском языке и даже пробовали тот же аверинцев переводить обратно с греческого на арамейский что-то получалось но сейчас и большинство ученых читает что-то на греческий грекоязычный текст самого начала и евангелие от луки самый красивый самый литературный совершенно текст написаны греческим писателем врачом лукой и может принадлежит и принадлежат и деяния апостолов в евангелие от луки там если вот умело глаз читает то видно что каждая глава строится по одному и тому же принципу в начале некая такая несколько непонятная загадочная формула и потом несколько такой ну если угодно намеками идущие объяснение этой формулы примерами какими-то поступками христа его словами в течение всей главы так построен вот весь текст евангелие от луки безусловно это очень культурно греческий ну такое греческое жизнеописание вот как плуталок составлял в это же время жизнеописание великих людей ну и наконец самое последнее евангелие это евангелие от иоанна оно написано как посчитают 90-е годы и с 90-е годы подумайте между этим кулачочком и евангелием всего какие-то 25 лет который я вам говорил рейнольдс да вот написано она уже старым иоанном который был моложе христа был его любимым учеником и молодым юноши при жизни христа и написано уже старым человеком и написано как один из ранних богословов папе яропольский объясняет во втором веке было написано потому что первые три евангелия рассказывали о жизни христа но не показывали внутренней сути его учения и поэтому попросили ученики и ученики учеников что пока ты жив ты расскажи о внутренней сути учения о том что ты знаешь о твоем другие учителя и так появилась евангелие от уанна написано совершенно по-другому удивительным образом чем три евангелие которые нас называют синаптическими то есть имеющими некую единую основу вот так сформировались четыре евангелия их масса других вот я могу буквально прочесть одно-два из речения евангелия от фомы это тайное слово слова который сказал иисус живой и который записал дедим иуда фома и он сказал тот кто обретает изолкование этих слов не вкусит смерти иисус сказал пусть тот кто ищет не перестает искать до тех пор пока не найдет и когда он найдет он будет потрясен если он потрясен он будет удивлен и он будет царствовать над всем вот это начало евангелия от фомы не канонического евангелия ведь совершенно другой из совершенно другой смысл если мы будем внимательно читать то это всегда сильное расхождение с тем что потом стало христианским учением да те же имена да какие-то очень яркие образы и в то же время это иное так что был сложный отбор сложный отбор чтобы открыть учение чтобы учение было в точной форме четыре века ушло на это что же в итоге осталось в каноне в каноне остались четыре евангелия вот которых я вам сказал причем они идут в абсолютно четком последовательности сейчас я даже называю первое второе третье четвертое то есть это матфей марк лука и он потом деяния апостолов который пишет тот же лука и который возможно является уже участником этих деяний потому что там 16 главе деяний апостолов происходит очень интересная вещь до 16 главы все время речь идет о третьем лице они пошли павел увидел а в шестнадцатой главе вдруг меняется мы мы пошли то есть видимо это лука считаю там да к нему даже обращены какие-то слова павла что это любимый врач грех врач который стал последователем апостолов это послание это семь соборных посланий значит петра 3 иоанна 2 петра иуды и якова и это 14 послания апостола павла как отдельным общинам там два коринфянам одно к римлянам два к фессалоникийцам ну и другие и послание людям два послания тимофею послание титу еще одно личное послание и таинственное послание к евреям который приписывается апостолу павлу но по всей видимости ему не принадлежит и к автору его не известен она написана другим языком и одно единственное которое обращено не к общине а к народу а к народу были послания к египтянам но она не признано каноническим она же признано просто еретическим ну и наконец апокалипсис иоанна с тоже таинственное произведение которое одни связывают с именем иоанна богослова и большинство другие не связывают с именем иоанна богослова но это неважно а с кого-то другого иоанна им это распространенное но который является пророчеством о будущем был второй апокалипсис петра он включался во многие кодексы но потом признание каноническим он не осужден киеретически но он признание каноническим и тот же поисий иеропольский говорит что когда читают его апокалипсис петра в церквях а тогда еще во втором веке его читали кое-где епископ должен объяснять что в нем каноническое что не каноническое о как то что то там правильно что то неправильно так что дорогие друзья мы видим как сложно складывалось это учение какую важность придавали каждому слову чтобы оно было адекватно не одна сотня лет ушла на это как рождалось христианство в этом кипящей среде иудеи первого века кон первого века доджества христова первого бога и века после доджества христова и теперь конечно наша задача наша задача узнать собственно говоря суть учения пока мы создали рамку вот теперь мы будем эту рамку заполнять содержанием и об этом поговорим завтра и начнем с учения о царстве небесном спасибо спасибо дорогие друзья я не знаю есть время на вопросы или уже нет время на вопрос на несколько ну я готов я готов хоть всю ночь главное как люди если у кого-то есть вопросы я думаю что все уже так замучены ну значит всем все понятно девушка надо подождите потом да хорошо давайте мы в конце то есть есть какие-то будут вопросы завтра я готов ответить но в принципе совершенно правы методически лучших отнести на третью лекцию чтобы не забегать вперед вы все согласны или кто-то все за хотите домой я понял спасибо 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 это Продолжение следует...